Вы можете повторить, что вы говорите, 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 что вы говорите? Ага, хорошо, ради бога, ради бога. Дело в том, что позвоночное, любое позвоночное, только мы с вами, внутрело не имеет права идти в температуру, выше плюс 43 градусов Цельсия. На самом деле, угрожающие уже неприятные эффекты начинаются примерно с 40, чуть выше 40. Если температура ниже 40, никакого особого гряда для организма быть не может. На самом деле, это нормальная адаптивная реакция. Не надо сбивать температуру, если она ниже, допустим, 39 градусов. Это организм защищается. При температуре выше 40 начинаются неприятные вещи. Дело в том, что способность клеток, любой клетки, в том числе нервной клетки, проводить сквозь мембрану определенные вещества, определяется мембранными белками. Так вот, в нейроночках каждой нервной клетки сидят транспортные белки, так как это белки насоса активно работающие за тратой энергии, которые называются калий-накривая атефаза. Эти белки нормально работают, только если температура не выше определенной нормы. Если температура становится более высокая, клубок белкового клуба, просто малекулы, меняют форму. А при подобном изменении формы малекулы теряют активность. Все, она не может ее наперекоснуть. То, что нервный импульс, это явление электрическое, про это, вероятно, все слышали. Так? Хорошо. Но это не только электрический ток, который идет, допустим, в лампочке или вот здесь, в компутере. Значит, в лампочке и в компутере идет электронный электрический ток, это поток электронов. А вот сквозь мембрану нервничков идут потоки ионов. Это потоки ионов с натрия. И если главный насос, который разводит эти ионы, останавливается, исчезает разница потенциалов, благодаря которой вообще возможно формирование нервного импульса. Поэтому ясно, что в данном случае работают статистические закономерности. И какие-то молекулы выключились при температуре 40 градусов, в очень небольшом количестве, но выключились. Чуть больше выключилось, если 40,5, еще больше выключилось, если 41, а уж когда 43, выключились все. А это значит, что вся электрическая активность головного и спинного мозга прекратилась. А это значит, что ни следующего сокращения сердца, ни следующего вдыхательного движения не будет. Все? Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!